попробую на пальцах объяснить что такое масса что такое электричество электрический заряд что такое физические характеристики ну во первых все эти характеристики они образуются естественно только из механических характеристик первого рода то есть и скорости из времени и из расстояния значит как все происходит берем материальную точку материальная точка начинает двигаться делает какой-то первый шажок в своем движении вот этот первый шажок он сразу обрастает несколькими характеристиками во первых она начинает пролетать какое-то определенное расстояние и мы находясь в этом измерении в пространстве расстояние мы видим что она начала двигаться ну например там условно говоря на 1 метр подвинулась одновременно между двумя положениями этой точки существуют моменты времени и поэтому движение точки запускает само время получается так что скорость приводится к формуле r расстояние разделить на t это должно быть понятно потому что все наши временные характеристики которые мы сегодня знаем они все зациклены и завязаны вот как раз на этой траектории этой материальной точки берем например солнечный календарь берем суточное вращение берем часовой циферблат вот по часовому циферблату нас движется . и она проходит определенное расстояние за определенные промежутки и вот эти промежутки пройдены за определенное расстояние дают нам понимание времени был еще в советское время такой мультфильм 38 попугаев когда питона звери пытались каким-то образом измерить а каким образом его измерить если у них нет никакого эталонного метра и какой-то другой величины попугай принялся измерять питона попугаями другой зверь другими единицами ну и в конце концов какое-то представление о длине питона звери получили вот наша жизнь построена абсолютно таким же образом нет никаких идеальных величин нет никаких констант нет никаких предустановок а получается только так как мы посчитаем так и будет да раньше были вершки и корешки и мы ими как-то считали потом стали какие-то метры у каких-то других народов и какие-то другие единицы все эти единицы измеряют наше пространство расстояние и какие-то другие единицы измеряют пространство времени и других величин Первая парадигма, как я уже говорил, она касалась пространства смыслов, вторая – пространство расстояний, третье – пространство времени. Вот я о них, в общем-то, так, не касаясь смыслов, рассказал. Теперь смотрите, что дальше происходит. А дальше происходит следующая парадигма, четвертая. Она должна описывать вот это понимание, что сегодня мы называем массой. Первоначально масса была приведена к такому пониманию, что это количество, количество, именно количество неких структурных единиц в некой единице объема. Допустим, мы берем кружку какого-то вещества, ну, допустим, гороха, считаем горох на единицы на эти горошины, ну, например, получается тысяча горошин в кружке. У нас получается масса гороха в кружке тысяча горошин. Все, никаких граммов, никаких килограммов – это все выдумки позднего времени, это все уже разработки дальнейших физиков. А сначала была именно такая. Потом привели количество структурных элементов по отношению к химическим элементам, привели к атомному весу углерода, и получилось, что в углероде, который имеет атомный вес 12, в нем 12 составляющих частиц. Вот и получилась как бы единица измерения. Ну, и через нее потом начали вычислять все остальное, ввели так называемое число авокадро и получили массу сегодняшнюю, какую мы знаем уже в килограммах. Но проблема в том, что представление массы через килограммы полностью зачеркнуло наше представление о реальной массе как о физической величине. Когда я вам сказал, что тысяча горошин в кружке – это и есть масса, то это понятно, что это такое. А когда я вам говорю, что 500 грамм некого вещества безликого в этой же кружке, то, в принципе, непонятно, что это. Так вот, смысл разницы между массой, измеряемой единицами структурных элементов и массой, измеряемой килограммами, смысл состоит вот в чем. Когда вы берете массу, измеряемую килограммами, вы не понимаете, о чем говорите. Потому что килограмм, он и в Африке килограмм, он безликий. И у него нет никаких свойств, кроме как того, что он является самим килограммом. У килограмма нет никаких физических характеристик. Но когда вы переходите к структурным элементам и говорите о горошинах, например, или о бабах, о любых структурных элементах в единице объема, тогда вы понимаете, что, во-первых, у каждой структурной единицы есть своя собственная физическая характеристика. Ну, например, то, что это сама непосредственно горошина, что она появилась не просто так, что у нее есть живая характеристика, живая составляющая, что она имеет сама некий объемчик, некую форму, что они кругленькие, желтенькие, зелененькие и так далее. Характеристик моря сразу образуется И вы понимаете, что масса это вовсе не какой-то безликий килограмм А именно совокупность структурных элементов, каждый из которых имеет свою специфичность И вот когда мы оперируем с первым или вторым вариантом представления массы У нас получаются соответственно разнообразные варианты То есть, если мы, например, одному килограмму массы придаем какой-то импульс движения То мы придаем им импульс движения метров в секунду умноженный на килограмм И как бы ничего из этого не следует Когда же мы берем кучу вот этих горошин, которые находятся у нас в кружке Чтобы придать им какой-то импульс, то мы должны, ну, например, взять каждую горошину и бросить ее в стенку То есть мы должны сделать какой-то аппарат, который их бросает Мы как-то должны запечатать, может быть, в кружке эту массу, чтобы она при броске не разлетелась То есть, понимаете, каким-то образом мы должны создать еще дополнительные условия для того, чтобы переместить эту массу гороха в кружке в другое расстояние При том, что за то время, пока он будет перемещаться, вот этот предмет с горохом, он не рассыпется, не потеряет свою форму, не разобьется Ну и не претерпит никаких других изменений То есть это совсем другая физическая задача Поэтому, когда, например, мы говорим о массе, мы должны понимать, что это очень сложная механика Это не просто так, что мы взяли чайную ложку и насыпали кусочек там какого-то вещества безликого и сказали 5 грамм или 7 грамм И на этом успокоиться Нет, мы должны по отношению к каждому структурному элементу выполнить определенные физические действия Итак, что такое масса реальная? Реальность физическая масса Это когда та самая материальная точка условная Вот она начала первое движение свое Первый шажок, так называемый дифференциальный такой шажочек Первый, допустим Что в этот момент происходит? Во-первых, появляется первый шаг измерения пространства, самого пространства Во-вторых, появляется первый шаг измерения самого времени Это перпендикулярная ось условная, мнимая Дальше возникает между осью пространства и времени возникает отношение в виде скорости Скорость появляется перпендикулярно Перпендикулярно появляется скорость На перпендикуляре к самому движению этой точки возникает удаленный мгновенный центр масс Вот это некий такой центр, по отношению которого движение начинает закручиваться, как круги на воде. И этот центр появляется всегда на определенном удалении. Если скорость медленная, то центр находится очень далеко. Если скорость быстрая, то центр находится ближе. Если скорость близкая к скорости света или скорость света, то центр практически совпадает с началом движения. Это все зависит от кинематики, это физика 8-го, 10-го класса, ее можно посчитать самостоятельно и представить самостоятельно. Что дальше происходит? Мгновенный центр появился, допустим, на каком-то расстоянии, вот здесь. Следующий шаг делается дальше. Он уже происходит под каким-то углом. Вот этот угол обозначает дивергенцию, схождение туда. А вот здесь, который в центре образовал скорость, угловая скорость, она образует ротор, который вращает вот эту всю систему. В результате, что получается, чтобы дальше не описывать? Когда наша точка начала двигаться, она постепенно двигается по какой-то своей такой эвальвенте, спирали. Обходит, обходит, обходит вот этот мгновенный центр и приходит в него с какой-то периодичностью, с какой-то орбитой. И тогда центр остается внутри вот этой орбиты, а наша материальная точка, которая вот так шла, еще раз повторяю, вот так вот под наклоном, может быть, как-то покажу. Вот так она шла, 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 и вот так вот она вокруг него успокоилась. Центр стал уже, центр масс уже стал немгновенным, а точка стала не двигаться по ньютоновской условной прямой, кривой, а она перешла на обычную круговую орбиту. Как движутся все частицы, включая, например, электроны, позитроны и тому подобное. И если брать вот эту частицу как электрон или позитрон, то мы и получаем, что вот она движется по своей вековой, бесконечной во времени орбиты вокруг своего какого-то центра. Центр, еще раз говорю, отстоит от орбиты, от периметра орбиты на таком расстоянии, который зависит от скорости. Если берем гамма-квант, это самый предельный по скорости объект, который вращается, то он вращается практически на одном месте, он практически вращается вокруг своей оси. Но расстояние все равно какое-то есть. Так вот, мы получили одну маленькую системку, одну маленькую горошину, в которой периферия вращается вокруг своего центра. И вот этот центр, он является массой с пометочкой 1, которая описывает вот эту всю систему. Центр масс с пометочкой 1 и система как единое целое. Дальше. Как только сформировалась вот эта единая система как единое целое, она делает то же самое движение. Повторяет как маленькая частица, но только в большом объеме. Это все равно как часы, например, когда вот это секундные шажки, стрелки, а вот следующий шажок, это будет минутный. Центр масс с пометочкой 1 начинает двигаться и совершает первый свой шажок. То есть, как только завершился полный вот этот цикл, один, он делает первый свой шажок. У него повторяются все те же процессы, которые были с той самой элементарной частицей. У него возникает еще более удаленный мгновенный центр, у него возникают все те же характеристики, и в удаленном мгновенном центре формируется своя собственная орбита. Там возникает центр масс с пометочкой 2. И так до бесконечности. В результате получается такая система, как в часах. То есть, есть некое маленькое колесико, которое быстро-быстро-быстро крутится, это гамма-квант, вещества. Есть следующее колесико, где этот гамма-квант вращается по окружности, это электрон. Есть следующее колесико, где электрон с гамма-квантом вращается по следующей окружности, это атом. И так далее, и так далее, и так далее. Вот из таких совокупностей состоит и наше, в том числе, тело. И вот вы теперь представляете, что такое масса? Масса – это набор вот этих разнообразных частиц, взаимовложенных, как матрешка, которые, каждый из которых вращается, движется по собственной замкнутой кольцевой орбите. К такому пониманию массы я пришел, когда занимался изучением физики и писал свою единую теорию поля, которую я, в общем-то, и сделал. И сейчас идет момент подготовки к публикации. Так вот, когда я пришел к такому виду представления массы, у меня оказалось, что каждое тело, вот самое маленькое тело, например, гамма-квант, у него имеется несколько, множество, бесконечное множество масс собственных, которые к нему и относятся. Есть одна, которая совпадает с ним, и потом вот пошли по степени вложения. Все эти массы. И я сначала думал, что вот такое представление сложное, когда у одного тела много масс, оно может оказаться неправильным. И когда я начал смотреть, было ли что-то такое подобное в истории, оказалось, что известный ученый Мах, которого вы знаете по числу Маха, он еще в XIX веке сказал, что у каждого тела существует бесконечное множество масс. Но свою позицию, которую он озвучил, и которую я сейчас процитировал, он доказать и объяснить не смог. У него было феноменальное такое, феноменологическое открытие, которое он не смог объяснить почему. И потом это как бы на килограммы ушло, и все это затерлось, затерлось, затерлось. И вот теперь получается так, что через век с лишним я повторил тот же самый ход мысли. Как выражается математически эта масса? Вот все вот эти движения, которые я показал, они сводятся к следующим параметрам. Во-первых, естественно, есть расстояние. Во-вторых, есть время. То есть в совокупность выражения массы входит какие величины, еще раз говорю, расстояние, время. Дальше угловые единицы, вращение, углы, всевозможные, отсюда следующие какие-то повороты, тангенцы, катангенцы и тому подобное тригонометрия. Дальше. Поскольку это движение идет циклическое, значит где-то минус меняется с плюсом, это значит, что мы натыкаемся на понимание информации, где плюс или верхняя полудуга это, допустим, единица, нижняя это ноль или минус, условно говоря. Поэтому в составе массы обязательно есть понимание информации. Те, кто слабо понимает, что такое информация в составе массы, можете понимать ее через энтропию. В термодинамике есть такое понимание энтропии, термодинамической энтропии. Она говорит о том же самом движении, хаотическом или каком-то упорядоченном, и она коррелирует с температурой. Поэтому в составе массы всегда есть вот такая через энтропию температура. Температура, повторю, что такое температура? Это показатель перпендикулярной скорости вращения. Не касательной, вот есть центр и что-то крутится, не касательной скорости, а именно перпендикулярной. Вспомните опять физику восьмого класса, когда давление и температура измеряются только в отношении стенки, на которую действует определенный поток. Вот перпендикулярность этой составляющей, она измеряется в градусах. Почему от перпендикуляра, отклонение в градусах? В градусах как раз отклонение или соответствие этому перпендикуляру, это будет температура. Так вот в массу входит вот эта температура, то есть в виде какого-то определенного радиуса, радиуса кривизны вот тех самых орбит. И вот эти самые орбиты, чем больше орбита, тем холоднее температура по отношению к маленькому колесику. Но с другой стороны она более энергоемкая, потому что когда, например, мы тот же самый гамма-квант закручиваем вокруг какого-то центра галактики, конечно, температура будет практически там нулевая, то есть та самая температура, которая еле-еле бурлит во Вселенной, условно говоря. Но зато энергоемкость этого процесса будет огроменной, потому что это огромные массы вовлечены, помимо этого гамма-кванта, уже огромные массы вовлечены, таких же гамма-квантов, огромное количество в этот процесс. Так вот, помимо всех вот этих обычных физических, как я уже сказал, параметров, в состав массы также входит параметр информации. Информация – это как раз вот те два полукруга вращения той самой элементарной частицы. Любой элементарной частицы, пусть это будет даже горошину на нитке, все равно, никакой разницы. И тогда любая машина, уже та, которая понимает информацию, она прекрасно цифровывает, что верх – это единица, низ – это полуокружности, допустим, это ноль. И если, например, вы видите какую-то частицу, которая вращается в одну или другую сторону по определенной орбите, то фактически это получается излучение сигнала в эфир 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Вот такой сигнал от этого вращения он все время идет. Почему он идет? Потому что любая частица состоит из электронов и позитронов, они все в любом случае заряжены, поэтому вращение идет заряженных тел с большим зарядом, а заряженное тело формирует электромагнитные волны, который является именно тем транслятором того информационного сообщения, который я и сказал, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Так вот, и последняя составляющая, которая есть в составе массы, она определяет вероятность события. Вероятностная величина показывает, на каком промежутке вот эта вот элементарная частица находится в данный момент. Вот она движется по этим дискретным значениям, и вероятность, она учитывает положение мгновенного центра масс в определенный период нахождения частицы. При старте вот этой частицы, когда еще нет устоявшейся орбиты, вероятность влияет очень серьезно, и она является доминирующим показателем массы. Она как раз заставляет частицу и всю систему обладать той самой инерцией, когда вот нам, например, тяжело толкнуть какой-нибудь тяжелый груз, потому что все его частицы еще не приобрели от нас, не получили еще тот самый импульс, и вероятность противодействует вот этому движению. А когда уже частица выходит на постоянную круговую орбиту, то вероятность становится просто равна единице, и она не воздействует на всю эту систему никаким образом. Но она также и препятствует изменению информационного состояния массивной частицы, когда ее начинают тормозить. Поэтому, когда ротор вы, например, раскрутили, вот есть такие инерциоиды, когда вы инерциоидный маховик раскрутили, у него тоже вероятность уже, вероятность его изменений каких-то составляющих частиц уже стала единицей. То есть она просто не меняется. Единица или ноль, в зависимости от того, где это будет стоять, учислительные или там знаменатели. И как только мы начинаем тормозить этот маховик, сразу включается эта вероятность на величина, и она проявляется в нашем физическом мире, как инерциальные такие свойства вот этого маховика, когда он противодействует возможности его остановки. И получается вот такая масса сложная величина. Еще раз повторю, расстояние, время, тригонометрические показатели, мгновенные и другие центры масс, многомерность массы, самая многомерность массы, угловые величины, вращение и тому подобное, величина вероятности, которая описывает траекторию, ну и так далее. Там много очень. Вот это вот сама масса. Почему, собственно, у нас и получается в реальной физике такое большое количество характеристик, которые касаются массы? Например, если мы начинаем разгонять, у нас получается противодействие разгону, иноционность такая. Если мы начинаем тормозить, у нас противодействует торможению. Если мы начинаем раскручивать, у нас появляется масса, которая возникает в виде, как реакции на вращение, такая вот, которая прижимает нас к этому колесу, если мы на колесе таком вращаемся. Вот это как раз и есть проявление всей одной и той же многоликой массы. Ну и в конце концов, вот у нас у Земли, например, тоже много масс. Одна масса, которая появляется у Земли, когда Земля вращается вокруг своей оси, это первая масса, условно. Вторая, это когда Земля вращается вокруг Солнца. Третья, когда вместе с Солнцем вокруг центра Солнечной системы и так далее. Все эти массы, они должны учитываться у Земли, как параметры, которые входят в физически, математически, массово, в состав описаний самой Земли. Поэтому, когда люди пытаются полететь на какое-то космическое тело, обязательно в состав механических описаний нашей Земли, Луны, Солнца, любых других, нужно включать многомерные массы самих этих тел. Причем эти многомерные массы очень сложно высчитывать, потому что они вот настолько сложные величины. Ну и, наконец, что такое электрический заряд? Мы описали структуру, вот вращается некая точка, пусть это будет гамма-квант, который вращается вокруг своего центра, или пусть это будет электрон. Но лучше вот с гамма-кванта начнем, это потому что первый кирпичик, мельче него не существует ничего. Гамма-квант – это квант света, который вращается вокруг своей какой-то условной точки, точки центра масс, точки своей оси. Так вот, когда гамма-квант вращается вокруг центра, он создает определенную траекторию. Его скорость, этого гамма-кванта, умноженная на длину этой траектории, на периметр, она создает ту самую величину, которую мы называем электрическим зарядом. В состав ее входит, естественно, еще много различных величин, но вот основа электрического заряда именно такая. То есть длина периметра вращения, длина вот этой вот окружности, умноженной на ее скорость. То есть это характеристика, которая позволяет учитывать и время пробега, и длину пробега, путь пробега, и также все механические характеристики, которые связаны с углом поворота, с вращением, со скоростью вращения, с направлением вращения и тому подобное. Что дает непосредственно электрический ток? Когда гамма-квант вращается вокруг своей оси, и он первый, гамма-квант первый, в цепи нашего материального мира, то гамма-квант формирует непосредственно свет. Свет – это то, что мы с вами и наблюдаем вокруг себя. Дальше, когда этот свет, вращающийся вокруг определенного центра, входит в состав другой системы вращения, он уже целым колечком таким, он вращается вокруг другого центра масс и создает таким образом электрон. И вот этот электрон является началом того самого электрического тока. Когда весь вот этот совокупный электрон, в котором находится центр его масс и вращающийся гамма-квант, световой квант, этот электрон вращается вокруг следующего, третьего удаленного центра, появляется уже атом вещества. Поэтому каждый атом вещества – это маленькая такая электростанция, маленький генератор, который непосредственно производит какой-то квант определенного электрического тока. Электрического тока, почему я сказал определенный квант электрического тока, Потому что всего 8 квантов электрического тока Из них есть только один Это тот электрический ток, который нам известен Ну и существует еще 7, которые широкой публике почти неизвестны Несмотря на то, что приборы по генерации, например, позитронного тока Они были созданы еще в 70-е годы И продавались даже для физических лабораторий Там прямо на приборах было написано Что прибор генерирует позитронный ток Мощностью такой-то, такой-то Сколько-то ампер-часов, я уже сейчас не помню Прибор небольшой, такого размера примерно Они были в продаже, не в широкой, но в продаже И, естественно, в некоторых лабораториях они существовали Я не знаю, может быть, картинки Даже, может быть, существуют сегодня и в поисковиках Так вот, таких электрических токов Их 8 штук, еще раз повторю По фазам электрической волны Которая формируется тем самым гамма-квантом в составе электрона Ну а электрон, как вы понимаете, из этой модели Которую я на пальцах описал Электрон, он и является поэтому квантом Частицей или носителем Все одно к нему подходит Частицей, квантом или носителем Электрического тока и электрического поля Правильно я говорю, что электрического тока Потому что электрическое поле формируется гамма-квантами Те, которые входят в состав электрона Но система, я думаю, что всем понятна И вот эти вот все характеристики электрона, вещества, массы, электрического тока Которые я показал Они все сугубо механические Для нас, вот для жителей механического материального мира Эти все характеристики сугубо механические Здесь нет ничего такого сверхъестественного Какой-то крупицы Нет никаких бозонов, никакого хигса Нет никаких других вот этих величин Только вот так все устроено Я не говорю, что здесь не надо Чего-то искать такого супер-какого-то нового Надо искать И сейчас я скажу, чего надо искать Но вот бозонов хигса За которые получена Нобелевская премия Их точно здесь в этой системе нет И их никогда не будет Бозон хигса, как и весь коллайдер Это полный обман населения И трата, естественно, денег Через этот обман Теперь, что самого главного в этой системе Которая является механической Она является квантово-механической Она является информационно-механической И как вы уже поняли Как я сказал вначале, когда рассказывал про массу Что наряду с механическими свойствами Этой всей системы Самым главным свойством является информационное свойство Когда вращение любой части этой системы Производит свою информацию Одно полувращение единица Другое полувращение ноль И так далее Вот эти два полувращения дают единицы и ноль И каждая частица действует по своему алгоритму Гамма-квант по маленькой орбите У него один ноль, один ноль, один ноль повторяется В составе электрона Этот гамма-квант двигается по другой орбите Электрон в атоме движется по третьей орбите Атом в составе некоего тела Движется по четвертой тела Движется в отношении Земли по пятой Земля в отношении Солнца по следующей орбите И так вот идет вложение, вложение и вложение Это вложение очень сложно посчитать Есть такая в физике задача Двух тел, трех тел и более тел Эти задачи, они как раз описывают Вот ту систему, про которую я сказал И физики и математики сегодня могут решить только один класс задач Это задача двух тел И самое интересное, что задача двух тел в квантовой механике до сих пор еще не решена Что такое задача двух тел? Это когда условная Луна вращается вокруг условной Земли Вот есть центр, про который я все время говорю И частица вокруг этого центра вращается Это задача двух тел Что такое задача трех тел? Это когда вот эта система вращается вокруг третьей точки какой-то Если точка подвижная или движется сама, это еще усложняет и тот, и другой вариант. Поэтому вот эта система сегодня, задача трех тел, не решена принципиально. Даже сегодняшней мощности компьютеров не хватает, чтобы решить ее в частном каком-то порядке, частные случаи найти какие-то. Поэтому, когда нам говорят, что есть некие компьютеры, есть некие расчеты, а в 70-е годы была такая логарифмическая линейка, которую считали, я тоже когда-то считал, я застал еще эти времена, было чудно, но нас учили на ней считать, как бы такое реликтовое образование было по отношению к этой линейке. Так вот, в те годы, когда кто-то нам говорит, что якобы летал на какую-то Луну, а Луна – это задача уже четырех и более тел. Потому что, смотрите, Земля вращается вокруг Солнца, допустим, Солнце вокруг галактического центра, Центр галактики вокруг Вселенского центра, Луна вокруг Земли, ракета движется, у ракеты отпадают еще ступени, и еще спускаемый аппарат еще движется отдельно. То есть, вот я примерно считал около десятка тел, которые принимают участие вот в этой системе. И вы понимаете, что это глобальные влияния, и чтобы какой-то спускаемый аппарат все-таки переместился и попал на какую-то точку Луны, и потом кто-то взлетел и переместился назад на Землю, нужно вот эти десять тел, которые в одной задаче объединены, нужно каким-то образом собрать в единое и решить это. Решить это невозможно сегодня, невозможно в прошлом, и в ближайшем будущем будет пока тоже невозможно. Ну, наука арабская, Саудовская Аравия, или, я не помню, Кувейт, вот совсем недавно заявила о том, что они совершают полет и посадку на астероиды. Да, когда вот такие ученые заявляют, что они куда-то там летят на астероиды или на какие-то небесные тела, то это просто разведение пипла, это обман населения, это просто раздербанивание бюджета, и ничего более, ни с какой наукой здесь рядом ничего не стояло. Поэтому в ближайшее время, конечно, никто не полетит ни на Луну, ни на Марс, ни на другие небесные тела, и самое главное, что на них полететь нельзя не только по этой физике и по математике, о которой сейчас я сказал, но даже нельзя совершенно по другим вещам, потому что все эти небесные тела являются просто проекцией той же самой Земли, о чем я уже говорил, и лететь в будущее или в прошлое нашей Земли в принципе невозможно. Ну и подводя итог, модели электромассивные на пальцах, которые я показывал, я думаю, что все вы поняли, что нас окружает механический мир, только механический мир, состав которого входит только масса и электричество, и информация, как описание механических характеристик вращения отдельных частей этого мира. Даже информация является механической характеристикой. вспомните арифмобидер, который мы крутим, чтобы посчитать, крутили, и вот эти круги вращения, они нам давали какой-то результат в числе, то есть цифры, суммы, математические сложения, вычитания, деления, умножения происходили в результате того, что мы вращали механическую какую-то каретку с каким-то набором нескольких шестеренок, и взаимосвязь этих шестеренок давала нам математически информационный результат. То есть механическая система нам давала информационный результат. Поэтому все, что я сказал, вся система нас, которая окружает, она только механическая, в ней нет никакой фантастики, которая могла бы оперировать каким-то другим ситуациям. Но эта система замкнута, и замыкают ее очень интересный параметр, он называет смысл. Когда мы крутим этот самый барабан, любой барабан, даже в поле что, где, когда, мы постепенно набираем тот самый ресурс, который нас приводит к смыслу. Например, когда мы движемся, просто движемся хаотически, смысла в этом может быть, как говорится, большого нет. Как только замкнулась наша траектория в одну циклическую окружность, появился определенный смысл, который проявляется во всех формулах механического описания. И самое главное, что при таком вращении включается началом термодинамики, которые говорят, что работа по замкнутому контуру, то есть движение равна нулю, то есть это вечное движение без траты энергии. Это состояние покоя любой частицы, любой, гамма-кванта в том числе. Поэтому, когда свет существует, он как начало всей нашей жизни, он существует вечно. И в этом смысле старинные книги правы. И вопрос, молельные барабаны вот этих вот буддистов, которые они крутят, получается, что это тоже механика, которая в информацию приносит? Да, молельные барабаны буддистов, которые верующие крутят, это тоже получается та самая проекция каких-то старых вот этих книг, которые были раньше написаны в виде свитков, может быть, даже берестяные грамоты, вспомните, они тоже собираются, какие-то свитки их тоже разворачивают. И вот эта вот постоянная похожесть всей системы на все это кручение, которое все время повторяется, все время повторяется. Это и есть основа нашего мира. Информационный смысл, да. Информационный смысл, это основа, он все время повторяется, он все время сам себя подчеркивает. Например, берем календарь, берем часы, берем работу двигателя внутреннего сгорания, берем работу коллайдера. Все, все системы, все кругово-циклические. Ну, некоторые, конечно, сейчас скажут, ну, как там, эллиптические орбиты, ну, это двоечники, которые в математике не понимают принципиально, что круг и эллипс – это одно и то же. Они все время спотыкаются на разнообразие круга и эллипса. А так, вся система круговая, она вся в основе нашего мира, поэтому и все вот эти купола, все возможные звезды, всевозможные движения, все это приходит все равно к циклическому круговому виду. Он у нас всегда проистекает либо в плоской, либо в рогообразной, то есть вот такой в виде пирамидки, вогнутой или выпуклой системы, либо в качестве сферы Тора, то есть в качестве любых фигур вращения. И вот этими фигурами вращения являются атомы различных элементов, которые мы, собственно, и проходим, опять же, по физике, и они представлены там любыми элементами.